Музыка В Анапу подводить итоги прошлого года приехали представители территориального общественного самоуправления со всего побережья от Анапы до Сочи, а также Абинского, Крымского и Тимрюкского районов. Мне очень приятно, что своим опытом поделилась ТОС и Анапы и вот та книга «Добрых дел», которую они завели и отражает успехи, победы сегодняшние, хорошие дела. Она, наверное, это книга не сегодняшнего дня, а книга будущего, которую почитают и дети, и внуки и будет, равняясь на сегодняшний опыт, продолжать это дело. Также по итогам 2016 года отметили работу общественников из Суворов-Черкесского. Там молодых людей объединили в клуб. Они занимаются спортом, поисковой работой, открыли памятник Суворову, благоустроили прилегающую территорию. Руководитель поселкового общественного самоуправления занял второе место на краевом конкурсе. На каждый муниципалитет край выделяет по миллиону рублей. Деньги идут на благоустройство. Третье место у Лидии Жули. Она планирует в том числе озеленить территорию в районе детской художественной школы. Первое место и полмиллиона рублей у ТОС номер 26. В городе-курорте проходит собственный конкурс с призовым фондом 600 тысяч рублей. Деньги также идут на благоустройство. Заместитель главы Анапы Светлана Яровая отметила, что в территориальном общественном самоуправлении работают прежде всего неравнодушные люди. Со своей стороны, конечно, обещаю от имени администрации, от имени главы нашего муниципального образования поддержку, взаимопонимание, уважение и взаимно рассчитываю на вашу помощь в наших довольно непростых задачах сегодня. За 10 лет существования движение территориального общественного самоуправления, как говорят на краевом уровне, набрало обороты. За вашими, может быть, на первый взгляд малыми делами стоит большая политика. Большая политика в интересах нашего региона, каковой является наш многонациональный Кубань. Разрешите еще раз от имени губернатора края поблагодарить вас за эту активную жизненную позицию. Темпы мы не сбавляем. Средизадач на будущий год – работать с молодежью и продвигать традиционные семейные ценности, помогать в охране правопорядков, выявлять незаконные стройки, а также сохранять и приумножать в зеленые насаждения. И, что немаловажно, чаще обмениваться опытом.